привет всем на связи дядя вова сегодняшняя тема видео как правильно чистить цепь велосипеда как правильно сделать так чтобы ей было хорошо и чтобы она служила долго вы видите здесь передние звездочки моего велосипеда то есть что произошло ну я покатался попал в грязь в зиму из холодной осени попал в какую-то непонятную зиму затем мне нужно было почистить цепочку помыть ее и решил почистить и помыть цепочку велосипеда правильно что я сделал я сначала два раза помыл ее обычно цепи мойкой обычным мвм и прополоскал затем что я сделал снял передние звездочки с велосипеда для этого мне понадобился шестигранник на 5 вот почистил их тщательно значит для чистки мне понадобились вот такие вот бывшие зубные щетки ныне щетки для чистки велосипедной цепи велосипедных запчастей ну и набор из белых тряпочек сейчас вот видно тряпочка стала ну совершенно не белая вот такая вот плюс горячая вода плюс хозяйственное мало то есть все что можно было очистить сложнее всего чистить было вот в этих вот местах здесь такой вот черный налет его сложно было смывать вот видно его нету то есть вот так вот можно почистить передние звездочки велосипеда и не снимая их да это можно но это на порядок или на порядке сложнее вот как то так то есть для чего это сделано но у первых очень скоро велосипед будет становиться на вешаться на крючок вместе с гантелей там боксерскими перчатками всем остальным видно да раз два вот потому я почистил на этот раз решил почистить цепочку правильно хорошо надолго и так сказать законсервировать что ли на зиму также мной была произведена съем и чистка задних звездочек вот так вот девятерчок моя задача была вычистить все говно которые собираются здесь к ним сложно попасть до первоначально эта чистка производилась с помощью вот такого инструмента вот как то так вот то есть ты щетка крутилась и здесь снималась потом я их не ходили отмыл этот ну как называется это жопчество вернук ну вот и использовалась вот такая вот тоже щетка это набор купленный чеки джана но тем не менее набор набором лучше всего для чистки позволяет но для чистки тряпочка и разобранный там девятерик пятерик шестерик у кого что и вот так вот и вот так вот между каждым звеном вот так вот можно его тряпочку предварительно смазать там каким-то кирогазом я не знаю ну так же можно использовать зубные щетки то есть в принципе свой девятерик я почистил цепочку я тоже два раза прочистил теперь моя задача какая собрать это все вместе и еще один раз пройтись с помощью вот этой вот цепи моечки возможно ни один пройтись еще раз хорошенько про чистить саму цепь затем уже я буду ее смазывать тут ситуация в чем при длительной чистки цепи мойкой цепи цепи мойка загрязняется то есть вот эти вот вещи щетки сами зубья вот это все его тоже нужно тщательно отмывать иначе цепь не будет чистая она будет вот а вот видно вот пожалуйста на будет вот в этих старых говнах посмотрите у меня были чистые пальцы перестали быть чистыми то есть вот эти вот старые говно их тоже нужно тщательно счищать также здесь в принципе разборка она не решает то есть разобрать помыть цепи мойку вопрос чистки цепи нормально не решает то сейчас будет моя задача какая все это дело собрать всю эту конструкцию из звездочек цепей а до цепь я еще не нашелся какой-то газ я не знаю что такое там бабушка моя поджигала соседи с его помощью пока они не уехали в англию за и вот я тю пенс два раза чистил с помощью этого кира газа цепочку она стала какой-то маслянистой грязи стало меньше но она стала маслянистой теперь мне нужно от этой грязи отмыть ну и сделать вообще идеально чистый такой как она была скажем при изготовлении вот ну что на этом собственно эта часть видео останавливается я иду собирать трансмиссию то есть задние звездочки передние звездочки и буду буду жжать цепи мойкой буду использовать амвэй ну или галу юпи я не знаю да что угодно и произведу еще одну чистку цепи возможно не одну я планирую так одну вторую возможно даже и 3 до того состояния когда я смогу вот так вот брать цепь мне руки нечистые показать не смогу смогу брать цепь вот так вот тереть по ней везде во всех местах у меня вот кстати задние звездочки тоже плохо почистил помыл я смогу вот так вот тереть и палец у меня будет оставаться чистым принципе что на данный момент ситуация такая что нужно приложить еще руки к задним звездочкам переднем мы сейчас протестируем чистым пальцем так ну что особо ничего нет то есть вот такое состояние это царапины видно при переключении как все происходит здесь все чисто я уже проверял что интересно маленькая звезда имеет больший вес чем большая вот как то так вот не понятно нету еще раз ничего нету то есть соберу трансмиссию велосипедов кучу и воспользуюсь еще раз цепи моечкой еще несколько раз промою просмотрю чтобы цепь была совершенно абсолютно чистая проведу тест белой тряпочкой ну и на этом будет видео о чистке велосипедной цепи завершено но пока перерыв прошу прощения еще минуточка пропустил точно таким же образом я разобрал значит заднюю перекидку мой инструмент для ее разборки обычная отвертка это в моем случае потому что я там перетачивал болты которые крепят ролики снял я ролики почистил ролики я вам скажу наиболее в говнах были как раз именно и ролики я их отчистил отчистил я их плохо я это все дело еще раз буду проверять понятное дело так очистила их плохо вот здесь видно грязь вот принципе она там на скорость не влияет но тем не менее ролики очистил у меня вот такие вот cnc nest фрезерованные внутри подшипники купленные они были у чеки джана за сумасшедшие деньги ну что работают функции свои выполняют я думал что вот они фрезерованные вот они дюралевая по сравнению с пластиком который идет по умолчанию перекидках они будут там терзать цепь ну что такого было не замечено цепочка работает штатно и мало того нижняя которая сейчас я определю вода вот это нижняя нижний ролик он кстати и больше поцарапанный и вот в этих вот местах тут него это выемки образовались от цепи это очевидно связано с тем что цепь снизу шла как-то неровно на передние звезды и съела посъедала вот здесь вот тут такого не видно на верхнем тоже вообще ничего не видно ролики в целом нормальные бегают что еще надо бегают нормальные красивые то есть точно также была разобрана перекидка собственно вся трансмиссия и можно почистить ролики можно почистить звезды передние можно почистить звезды задние но на порядок или даже на порядке будет сложнее добиться вот такой вот чистоты если они находятся на велосипеде зачем вообще это все делать ну во первых я получаю от этого удовольствие во вторых это делается для продления времени службы ну как бы да все удовольствие продление времени службы этих вот железячек но и потом катать на чистом красивым велосипеде это аж приятнее чем на велосипеде который весь каких-то говно извините так ну окей я пошел собирать ну собственно вот и сам тест этой цепи мойки хотя какой может быть тест если я такой цепи мойкой ну такими цепи мойками пользуюсь уже несколько лет ну давай шо ж ты давай вот и продолжение видео о том как цепь велосипеда должна быть чистой здесь у нас уже залито вот это чудо амвей мне осталось добавить только водички водичка у меня здесь сильно подогретая вот сюда вот так вот чем хороша данная цепи мойка не много водички выходит ну и какое-то количество выходит как-то так может быть еще лишний все равно вытечет вот принципе цепь достаточно чистая вот сейчас я пройдусь несколько раз что я полагаю что нужно еще вот и добавлять так теперь вот это контрольная вот это была контролька для того чтобы я видел где останавливать чистку и она сейчас лишняя вот так вот пожалуйста теперь просто сюжет в чем это медитацион это долго водичка сейчас будет забиваться в пену и будет происходить процесс чистки цепи в разных всяких местах с помощью цепи мойки основная задача моя это убрать вот этот кирога с которыми я ее чистил тоже во всех местах и затем возможно я произведу чистку шнурком внутри звеньев в этом покажу основная моя задача сделать так чтобы цепь была чистой максимально чистой вот а затем уже будет происходить ее смазка то есть сначала сушка потом смазка как видите я не пользуюсь ручка я просто держу цепи мойку так чтобы было удобно и двигаться ну и выполнять своей функцией водичка капает водичкой капает немного в принципе можно вытирать можно подождать конца процесса вот так вот идет процесс я сейчас видео останавливаю то есть этот процесс проделаю ну нету смысла на него долго смотреть я его проделаю сам а затем уже включу видео с окончательным ну вот как цепь будет выглядеть как она должна выглядеть какая должна быть помытая цепь ну что дамы и господа это заключительная серия получается вот этого видео о том как правильно помыть почистить отдраить велосипедную цепь ну и как бы и можно велосипед уже вешать на крючок у меня кстати да крючки там висит гантели штанга на 160 килограмм и будет вот этот велосипед который весит там под 10 килограмм тоже значит цепочку я несколько раз промыл и несколько раз красивенько протер теперь у вот такой тестер это тряпочка эта тряпочка она по своей по жизни от рождения она была белой ну что-то вроде какой-то армейской портянки или какой-то там хэбэшный материал я не знаю она была по жизни белая но я ее уже качественно заюзал в это велосипед этой цепочки потому мне и пришлось постирать насколько я заюзал я вот показывай мне не видно насколько хорошо вам это видно значит этот тест последняя проверочка вот я беру чтоб здесь более чистой более белая я беру и протираю вот так плотно и сверху и снизу вот так вот протираю теперь я смотрю у меня остаются полосы видно очень хорошо видно ну что по сути я должен быть недоволен от этих полос их не должно быть ну ради понтов я мог бы пройтись вот так вот сейчас я даже покажу секундочку с вашего позволения так я прокрутил теперь беру в этот вот часть я сейчас ради понтов так и сделаю вот так вот потру теперь мы смотрим вот ничего нету ничего нету так а здесь я протирал так вот ну как бы без обмана жесткачь еще раз вдруг эта часть хорошо протерта а вот я прикладываю усилия ну нет ну чуть-чуть появилась чуть-чуть появилась так а теперь сверху и снизу это более существенно вот так вот и до опять же появилась ну как видите без всякого обмана то есть цепочка имеет некую вот такую остаточную вот грязь я ее еще раз протру да я еще раз протру но в целом ну как бы да я недоволен потому что вот 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 этих вещей не должно быть но в целом как бы есть понятие целесообразности да можно тереть там до блеска а если смысл то есть в таком вот состоянии если будет у вас цепочка на вот она блестит в принципе этого достаточно для того чтобы она давать прекрасно функционировала вот то есть вот такого состояния она блестит она не пачкает руки она оставляет след на белой обращаю ваше внимание на белой тряпочки если тереть сильно тереть долго и тереть со всех сторон вот так вот тогда лишь тогда она оставляет след это чистая цепь которую можно смазывать как часто я провожу такую чистку цепи но я вам скажу раз сезон то есть сейчас я буду велосипед вешать на крючок вот так вот я привел цепочку до такого состояния цепочку звездочки передние задние ролики ну всю трансмиссию ну как бы вот все дальше я буду смазывать цепочкой роклов смазкой простите руку проблема в чем она вот в этом вот месте что-то поломалась и смазка у меня вытекла осталось ее совсем капелька как бы буду покупать дальше другую смазку очевидно это будет спрей вот как то так ну что помыли почистили будем смазывать а мое видео на этом заканчивается тем кто будет возражать вот зачем расскажу такую историю работал я в компании значит рога и капета и коллега говорит вот дядя вова дай мне дай смазать да и почистить смазать цепочку принес ему цепимонечку он значит почистил я говорю ну как андрюха ты там старательно ну да старательно ты все-все да я все-все смазку тоже я ему дал все он почистил помыл цепочку смазал цепочку я подхожу к ней беру вот так вот так вот прямо звено запачкал руки говорю что я могу сказать андрюха у тебя чист твоя чистая смазанная цепь вот она примерно такая же как как у меня считается грязной ну как бы вот один тест провели мы сейчас будем видео заканчивать проведем второй тест он он более показательный значит цепочка пробежала 9000 километров это у нас измерители растяжения цепи здесь у нас 10 написано здесь 0 75 вот так мы вставляем и пытаемся у нас не получается теперь на 0 75 мы вставляем у нас не получается то есть как видим 9000 километров цепочка у меня пробежала без заметного растяжения без потери своих переключательских и передаточные усиливательных качеств ну вот так вот поэтому я считаю что я выбрал правильную цепочку компонула record и я правильно обхожусь с ней таким вот старательным образом ее вычищая ну что еще можно сказать да если кто думает что у меня велосипед там висит на крючке постоянно там я могу дать ссылочку на видео где было проехано 30 километров ну плюс-минус просто по холоду и 90 километров по грязи и налипшим снегу по крошеве снежном и по всему такому вот как бы что на этом все благодарю всех за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки у кого есть возражение возражение предъявляете в мотивированной форме вот так вот и всем хорошей дороги всем удовольствия от поездки на велосипеде и всем идеального состояния трансмиссии и вообще всего велосипеда пока ваш дядя вова по скриптик такой небольшой вот значит я не удержался и все-таки имея несколько минут свободного времени довел таки цепочку до того состояния которым я удовлетворен я считаю состояние идеальным значит что это у нас такой это белая как я хорошо видно это белая чистая простыня именно белая она постирана на ней с этой стороны есть вот такой кусочек грязи нас он не интересует и вот сейчас вот я этой белой простыней вот так вот все теперь еще сверху мы помним сверху было головно прошелся теперь мы внимательно смотрим как-то надо показать ракурс видно есть вмятины от руки но нету следу или он малыш не не это ворсинки и нету никаких следов на самой белой тряпочки вот теперь уже все теперь я считаю работу по мойки и чистки цепи закончена и можно теперь ее на самом деле смазывать но теперь на этом все по скрип закончен